И снова здравствуйте, зрители моего канала Мастер Самах. И сегодняшний ролик я хочу посвятить изготовлению квадратных заглушек. Для того, чтобы глушить квадратные отверстия, под которыми зачастую скрываются шурупы. Ну, некоторые называют их шпонками, я называю их квадратные заглушки. В ролике, где я показывал, как делать квадратные отверстия, я сказал вам, что я научу вас делать эти заглушки. Делать их быстро и в довольно больших количествах. Чем мы сегодня и займемся. Первое, что нужно сделать, нужно заготовить вот таких речек, или брусочков речек. Вот таких 2 на 2 сантиметра. Они у меня. Ну, заготавливаю я их обычно несколько штук. Поскольку у меня вторцовочный станок режет, берет 11 сантиметров где-то, заготавливаю я их обычно 4-5 штук. Дальше вот такие речки я собираю вот в такой, ну, можно сказать, блок. Я беру их 1 к 1, ложу вот здесь у меня их 5 штук, 5 квадратиков. И приворачиваю, сворачиваю их малярным скотчем. Можно и простым скотчем, в принципе. Малярным сворачиваю, как вы догадались, для чего? Для того, чтобы разметить их, сразу ложить торцовочный станок и сразу же их торцевать. Обратите внимание, здесь у меня, вот здесь на самом кончике, вот она, планочка. Она 20 миллиметров. Ну, вот такая, просто обрезочек тоненький. Ну, она где-то здесь, не знаю, где-то сантиметр, 8 миллиметров она. На краешек я ее обычно делаю для того, у меня станок мой торцовочный. И когда я отторцовываю деталь свою, он здесь немножечко делает зазубринку. И поэтому, для того, чтобы зазубрина получалась вот именно на вот этих краях, а не на моей детали, я делаю эту планочку, потом эти кусочки я просто-напросто выбрасываю. Дальше, всю вот эту свою конструкцию, вот эту скрутку свою, я беру и расчерчиваю. Расчерчиваю ее по полтора сантиметра, отмечаю. Ну, они у меня вот такие, полтора сантиметра, можно сказать, толщиной. Полтора, три, четыре с половиной, шесть, семь с половиной, пятнадцать. Ну, пока, думаю, достаточно. Дальше беру угольник, прилаживаю и угольничком черчу линии. Расчерчено. Дальше я иду на торцовочный станок и, оставляя вот эту черту, вот здесь, то есть будет проходить где-то моя пила, я их отторцовываю и, как вы уже поняли, получаются квадратики. Сейчас я это все проделаю. Вот мои детальки, все, что у меня получилось. Посмотрите, некоторые так обрезались просто. Вот они, квадратики. Некоторые, вот отдельно, некоторые с остатками скотча моего. Некоторые вообще со скотчем. Ну, скотч убирается легко. Вот этот кончик, маленький, видите, выкинуть его нужно. Тот, который я использовал. Как видите, получилось их довольно-таки много. Не знаю, сколько их тут штук. Есть одно «но». Берем этот квадратик и смотрим. Да, вроде бы пила отрезала как бы и чисто, нормально. Но все-таки, чтобы лишний раз потом наждачкой не работать, я их сразу чуть-чуть подшлифовываю, чтобы они были более гладкими. Для этого беру шлифмашинку, переворачиваю ее другой стороной, чтобы вот так шла лента. Беру этот квадратичек, вот так ложу на руку и потихонечку их, по чуть-чуть буквально, подшлифовываю, чтобы они были более гладкие. Наждачная бумага тут у меня стоит соточка. Ну, она и нужна для того, чтобы чуть-чуть тоненько снять. Сейчас обратите внимание, если видно, вот эта сторона гладенькая, а вот эта сторона немножко вот такая шершавая от пилы. Ну и будем их сейчас зарезать. На них конусными их делать немного. Следующая манипуляция с этими квадратами. Их нужно зарезать вот так. Сделать с них вот такие красивенькие шпоночки. То есть надо срезать немножко их под конус. Для этого у меня такая приспособа. Обычный кусочек щита, вот что-то клеил, видите. Остался кусочек щита ровненький. Но в принципе можно взять что угодно. Но, наверное, только не фанеру, потому что тупится нож будет, если фанера. Лучше взять деревянный щит, вот так, чтобы шли волокна в нем. И здесь есть еще планочка, вот такая. Для того, прикручена, для того, чтобы упирать этот квадратик в нее, чтобы зарезать. Но поскольку у меня здесь уже много нарезано, я сейчас ее переставлю. Я потихонечку переставляю каждый раз ее. Первое, что делаю, закрепляю этот щит. У меня готовое есть отверстие. Прямо к столу. Прямо к столу его прикручиваю. Сейчас планочку эту переставлю. Она уже, видимо, переставлялась у меня. Видите, уже резал тут один раз. Ну, могу прямо сюда, могу немножко дальше. Возьму дальше этот раз. Дальше для работы нужен косячок, очень хорошо отточенный. Косячок, ну и одеваю перчатки. Не знаю, вот такие у меня перчаточки, снутри прорезиненные они, резинка. Для того, чтобы, ну, мозоли не садились, да и вообще, чтобы они в руках, сама деталька, чтобы не скользила у меня. Одеваю, ну и делаю так. Приставляю к планочке и под углом, ножичком. Ну, это, конечно, надо потренироваться, сразу может и не получиться. Ну, потренируетесь, примерно одну треть ее забираю и под углом вот так прорезаю. Хоп! И получил. Видите, чуть-чуть неровно вышло. Могу чуть-чуть подровнять. Ну, вообще, когда рука натренируется, все делается это довольно-таки быстро. Вторая. Третья сторона. Чуть подровняем. И четвертая. Вот, получилась вот такая шпоночка с большим вот здесь квадратом. Можно взять круче, если взять. Вот, квадратик по центру меньше. Ну, еще одну. Вот. Ну. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот они... Вот они... Вот они у меня... Вот я уже их 5, видите, сделал... Буквально сколько тут надо было... Минут мне для работы... Главное, что все стоит стабильно... Резать надо сильно... Поэтому все должно быть прикручено... Ладно... Дальше, чтобы не задерживать ваше время... Идем дальше... Беру... Вот я подготовил на обычной... На кусочке квадратные отверстия... Как их делать, есть ролик... Квадратные глухие отверстия... И посмотрите... Сейчас попробую... Отверстие ровно... 20 на 20 миллиметров... И моя шпонка 20 на 20 миллиметров... Но... Сейчас попробую вставить... И конечно же она... С большой потугой... Большой-большой... Немного вот так... Вставляется... Но... Начну бить... Она скорее за все лопнет... Треснет... Или вот здесь за собой потянет волокна... Тут что-нибудь будет... Поэтому... С ними еще провожу одну манипуляцию... Маленькую... Я чуть-чуть... Отступая... От... Вот этого своего среза... Отступая буквально... 2-3 миллиметра... Вниз капельку под конус провязаю... Ну это уже отдельно... Можно без планочки... Чуть капельку... Посмотрите... Вот сколько я только срезал... Вот... Каплю... Видите... Но чуть-чуть отступаю... Не режу... Не беру... Чтоб вот здесь была кромка... Миллиметра 3... Чтоб ровная была... Ну вот... Опять же... Чуть-чуть капельку... Под маленьким-маленьким... Уголочком... Вот у меня вышло... Видите... Здесь конкретно... А здесь каплю... Это конечно... Все... Руку надо набить... Это все сделается... Ну вот у меня так готово... Что я показывал в начале... Она тоже вот так чуть-чуть прорезана... Видите... И теперь... Когда я беру... Эту свою... Заготовочку... Вставляю сюда... Оно садится уже легко... До этих... 3 миллиметров... Миллиметров... И дальше... Когда я буду брать... Это все на клей... Вот она у меня загоняется... Молоток грязный немножко... Но ничего... Вот... Получается... Моя... Выровняю немного... Вот получается... Моя вещь... Но... Как их брать на клей... Это уже другое дело... Это будет другой ролик... Потому что... Вместе... Вместе с пропиткой... Это совсем другое дело... Ну хотя бы... Сейчас... Вы уже имеете представление... Что... Квадратные отверстия... Вот так их можно заглушить... Но с этими... Нужно будет ту же манипуляцию проделать... Вот такой... Сегодняшний мой ролик... Все что я хотел вам рассказать... Про вот эти шпоночки... Про заглушечки... Как их делать... Конечно... Если... Делать так как я... Вам показал... Если планки скручивать... Расчерчивать... На торцовочнике отрезать... Это очень-очень быстро... Пять планочек у меня режет торцовочник за раз... То есть один рез... Это сразу пять вот таких... Заготовочек... Потом... Когда режешь... Это тоже кажется... Рука наработается... Это все будет... Очень быстро делаться... Поэтому... Ну за раз обычно делаю... Смотря сколько мне надо штук... Сильно много не делаю... Ну надо 20... Делаю 20... Надо 50... 70... Ну за раз надо было делать... Там 100 штук наверное... Самое большое... Ну да... На это тратится определенное время... На эти 100 штук... Целый вечер можешь потратить... Делать... Но зато потом... Когда смотришь изделие... Все конечно... Выглядит красиво... И просто шикарно... Никаких шурупов... Ничего... Именно вот эти квадратные шпоночки... Не смотрятся... Очень даже красиво... Ну а на сегодня все... Подписывайтесь на мой канал... Будет много всего еще интересного... Ставьте лайки... Это всегда очень приятно... Это... Побуждает к тому... Чтобы... Снимать... 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 Еще чем-то с вами делиться... Ну и как сказал я в своем ролике... Знакомство... Придем ко всему... Потихоньку... Придем ко всему... Просто... Начинаю с самого такого мелкого... С самого основного... Что нужно знать... И что нужно научиться делать... Чтобы делать вот такие изделия... Которые делаю я... До всего дойдем... Потихоньку... Конечно... Это... На это понадобятся... Месяцы... Но... Кому это интересно... Смотрите... И еще раз повторюсь... Ролики... Пожалуйста... Если берете... Смотрите... Уже... Находите время... Терпение... Смотреть от начала до конца... Потому что кажется... Вроде бы мелочь... Да... Какая-то... И... Ее можно пропустить... И потом просто... Или возвращаться придется... Или получаться что-то не будет... А так... На сегодня все... Подписывайтесь... Жду ваших подписок... С вами был... Мастер Сама... До скорых встреч... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...